Добрый день. Скьюб Диамонт или Диамонт Скьюб это нехитрая головоломка в форме октаэдра, которая имеет восемь грани, соответственно восемь цветов. Можно ошибочно подумать, что это модификация кубика 2 на 2. На самом деле это шейп-мод обычного скьюба. Соответственно, можно этот октаэдр собрать полностью как скьюб и в конце разворачивать центры, как и на многих других шейп-модах. Но из-за особенностей конструкции Диамонт Скьюб можно собрать гораздо проще и намного быстрее. Как мы видим, здесь есть всего лишь два типа элементов. Это вот такие четырехцветные уголки, их получается шесть, и вот такие одноцветные элементы, их восемь. В любом шейп-моде скьюба сначала нужно разобраться, какой элемент является углом, а какой центром. Если мы внимательно посмотрим на обычный скьюб, то помимо, что углов должно быть восемь, а центров шесть. Соответственно, вот эти вот крупные четырехцветные элементы это центры, а вот эти одноцветные это углы. В обычном скьюбе сначала собираются углы, потом расставляются по местам центры. В случае шейп-мода центры потом нужно еще правильно ориентировать. Здесь же мы поступим другим образом. Мы сначала соберем вот эти четырехцветные центральные элементы, а потом будем расставлять одноцветные углы по своим местам, игнорируя их ориентацию, поскольку раз у них один цвет и элементы симметричные, то ориентация их не важна. Скьюб диамант имеет старшего брата, которым является вот такой вот октаедрон, у которого вращаются грани. И для того, чтобы не было никакого диссонанса у зрителя, поскольку есть некие схожести в сборке, будем называть вот эти элементы углами, а вот эти центрами. Хотя технически это не совсем так, как я уже объяснил. Сборка будет очень похожа на сборку вот этого октаедрона FTO. По крайней мере тем методом, который был показан в моем обучающем видео. И соответственно сборка вот этих углов будет точно такая же. Давайте начнем, к примеру, с белого, хотя это и не важно. Находим какой-нибудь белый уголок. Он белый, фиолетовый, оранжевый и голубой. И рядом с ним нужно вот на это место поставить какой-нибудь бело-голубой. Он тут единственный. Остается его поискать и интуитивно разместить рядом с этим. То есть, на эту позицию. Подводим поближе и опускаем. Видим, что все получилось хорошо. Цвета совпадают, уголки стоят рядом. Ищем третий. Он находится вот здесь. Опускаем его сюда и видим, что он стоит как-то не той стороной. Раз не той стороной, вернем на место, отведем назад и можно либо вниз опустить, либо вот отсюда двойным оборотом вот таким переместить. И все. То есть, по сути, если у нас этот уголок не в той ориентации, мы просто его переводим в другое положение и опускаем оттуда. Попробуем еще раз. Опять не в той ориентации. Отводим в другую сторону и опускаем. Интуитивно собрать первые три угла в правильном положении очень легко. Если мы начали с белого цвета, то противоположным будет желтый. Соответственно, вот здесь нужно собрать три желтых угла, так как это у нас уже получилось. Очень часто эти уголки будут сами с собой собираться, но это будет не всегда. Наиболее частая ситуация, когда у нас здесь желтенький только один элемент. Для того, чтобы правильно ориентировать остальные элементы, но они, кроме как здесь, больше находиться нигде не могут, потому что три белых уже стоят здесь, три желтых, значит, будут здесь. Остается их правильно развернуть. Мы располагаем таким образом, чтобы верхний треугольник, на котором будет желтый цвет, остальем находился к нам, а стороной от нас. И вот перед нами как бы такой треугольничек. Правильный желтый элемент должен находиться слева. После чего мы делаем нехитрый пив-паф, который известен по многим головоломкам. Опускаем правое, опускаем левое, поднимаем правое, поднимаем левое. И все уголки ориентированы правильно. Остается только довернуть, чтобы у нас и эти углы тоже все по цвету совпали. Покажу еще раз, чтобы не было недопониманий. Находим сверху желтый элемент, если мы начали с белого. И помещаем его вот в такое положение. Слева, сзади. То есть верхняя грань перед нами таким образом, что здесь вершина, а здесь сторона. И делаем пив-паф. Вниз-вниз, вверх-вверх. Ну, как на пирамидке. И остается только довернуть. И таким образом все вот эти четырехцветные углы стоят уже на своих местах. Для того, чтобы расставить одноцветные элементы по своим местам, нам потребуется еще один нехитрый алгоритм. В нем всего четыре хода. Рассмотрим действия этого алгоритма на примере вот этого белого треугольничка. Сейчас, после применения, этот белый треугольничек переместится вот сюда, а этот серый переместится вот сюда. Соответственно, вот этот красный перейдет сюда. Мы должны держать октайдр так же, как и на предыдущем этапе. То есть у нас вершинка треугольника направлена к нам, сторона от нас. Ну, по сути, вершинка будет направлена вниз, а сторона вверх. Вот это движение называем R. Это движение будет U. Перемещение элементов идет отсюда, сюда, отсюда, сюда и отсюда, вот сюда. Делаем алгоритм R U R' U. Как бы красиво не стало, поэтому повторяем его R U R' U. Видим, что белый элемент отсюда встал на свое место, серый встал на свое, и красный встал на свое. Соответственно, этим алгоритмом мы можем расставить все центральные элементы, какие есть. Вот желтый. Смотрим. Отсюда он может перейти вот сюда, но сюда нам не нужно. Может сюда перейти. Видим, что вот эти вот противоположные цвета, но у нас нет алгоритма, который поменяет их местами. Поэтому потребуется, да, действовать какой-то еще центр. Переставим этот элемент вот сюда, он встанет на свое место, и как-то переместятся другие. Давайте попробуем. R U R' U. R U R' U. И вот у нас желтый встал на место. Но при этом мы не разрушили никакие другие. Эти два были не собраны, и как-то они переместились, но также не собрались. В конце у нас останется в любом случае три элемента, которые нужно поменять местами. Видим фиолетовый, зеленый и синий. Если зеленый перейдет вот сюда, он станет не на свое место. Фиолетовый перейдет сюда тоже самое, и сюда тоже самое. То есть при таком движении мы не поставим центры правильно. Посмотреть если по-другому, то мы будем получать все то же самое. Если присмотреться, можно понять, что если переместить вот эти центры в обратном порядке, то они станут сразу на свои места. Чтобы это сделать, мы можем просто применить алгоритм дважды. Р, У, Р, Штрих, У, Р, У, Р, Штрих, У. Видимо, переместились. И повторяем. То есть если сейчас зеленый перейдет сюда, соберется. Фиолетовый соберется. И голубой соберется. Р, У, Р, Штрих, У, Р, У, Р, Штрих, У. И все. Головоломка собрана. Также легко понять, что для того, чтобы не делать алгоритм дважды, для перемещения элементов в обратную сторону, можно просто алгоритм сделать наоборот. У, Штрих, Р, У, Штрих, Р, Штрих, У, Штрих, Р, Штрих, У, Штрих. И с первого раза все соберется. Обратный алгоритм не обязателен, но он будет просто экономить время. После небольшой тренировки с Кьюб Диамонт можно легко собирать в среднем за 15-20 секунд. Вот именно по этому методу. А сейчас я дам пару советов для того, чтобы сборку немного ускорить. Первый совет это начинать можно не только с белого цвета, но и с желтого, да и с любого из восьми. Главное запомнить, какой цвет напротив какого находится. Поскольку это не кубик 3х3, здесь цвета не фиксированы и сразу это непонятно. Напротив белого находится желтый, напротив синего красный, напротив зеленого оранжевый и напротив серого фиолетовый. Для того, чтобы определиться с какого цвета начать, мы должны выбирать самую удобную ситуацию. Видимость, что здесь два белых уголка уже стоят рядом. Но также рядом здесь два зеленых. То, что уголки белый-зеленый. Кроме белых уголков здесь ничего нет, а здесь есть еще центральный элемент. Если мы сюда поставим третий уголок, у нас будет уже одна сторона собрана. И эта ситуация гораздо предпочтительнее, поскольку один центр, который стоит на месте, нам уже сократит количество выполненных алгоритмов при перестановке остальных центров. Давайте начнем с зеленого. Ищем следующий уголок, и вот он находится сразу, в одно движение здесь ставится. И подобный просчет экономит достаточно много времени. Если мы начали с зеленого, напротив должен быть оранжевый. Здесь пока все просто. Располагаем оранжевый уголок слева сзади и делаем пиф-паф. В этом случае все понятно, все легко, но в некоторых случаях можно немного упростить себе задачу и сделать так, чтобы здесь уже появился центр. Это получается не всегда, но если такая возможность выпадает, ее лучше использовать. Рассмотрим вот такую ситуацию, как обычно располагаем нужный уголок слева сзади и делаем пиф-паф. Но перед тем, как начать, мы обратим внимание, что вот этот центр располагается под вот этим уголком. То есть цвета совпадают. Если мы сделаем отсюда пиф-паф, то этот центр сразу пойдет наверх, то есть на свое законное место. А это очень удобно и часто будет приводить к тому, что вся головоломка сразу соберется. Если у нас здесь центра нет, то стоит проверить, есть ли центр у соседнего уголка. Он как раз вот сейчас здесь и находится. И в этом случае, если мы сделаем отсюда пиф-паф, то у нас этот центр на свое место не встанет. Но если мы развернем головоломку зеркально и сделаем пиф-паф тоже зеркально, то есть сначала с левой стороны, потом с правой, то все у нас получится. Этот момент можно учитывать. Есть еще несколько других ситуаций, которые возможны на последнем этапе. Так что вот это работает не всегда. Но если вы это заметили, лучше используйте, будет собираться быстрее. В этом октейдере алгоритм для перестановки центров можно максимум использовать 4 раза. То есть больше не потребуется. Это даже при условии того, что вы изначально белый не поставили на место, и у вас ни один центр сам по себе на место не установился, то больше 4 раз его использовать не придется. Если же вы белый центр на место ставили, ну или центр того цвета, с которого начали, то уже повторений будет максимум 3. И соответственно каждый центр, который сам встал на свое место, вам количество этих алгоритмов будет сокращать. В итоге их будет 2, 3, а иногда и 1. Если делать все правильно. Неприятная ситуация бывает, когда нужно поменять 2 центра местами. Они за этот рецикл не решаются. В этом случае мы можем использовать любой прямой или обратный алгоритм, который вам удобнее, и следить, чтобы снизу находился хотя бы несобранный центр. Хотя в некоторых случаях можно и пожертвовать собранным, и все равно у вас количество алгоритмов не увеличится. В этом случае вы просто делаете алгоритм и решаете уже то, что получится. Видим, зеленый должен пойти сюда. Если мы делаем алгоритм из этого положения, то будет задействован вот этот центр. Он у нас собран, значит нехорошо. Ищем. Вот у нас третий несобранный. И в таком случае нам нужно желтый переводить сюда, зеленый сюда, фиолетовый туда. И алгоритм требуется делать уже обратный. У штрих, Р, У штрих, Р штрих, У штрих, Р, У штрих, Р штрих. И на всякий случай еще один пример сборки. Если долго вникать в головоломку, то можно найти еще много различных фишек для ускорения. Это, кстати, очень неплохой кандидат для официальной головоломки на чемпионатах по спидкубингу. Возможно, когда-то мы увидим ее и в этой роли. Давайте начнем по классической схеме с белого. Видим белый угол, белый центр вместе. Можно здесь добавить еще один беленький. И еще один. У нас вот уже так хорошо собралось. Напротив белого должен быть желтый. Ситуация у нас не очень хорошая. Центр находится сверху, поэтому на этом месте оставить его не получится. Просто делаем пиф-пап. Доворачиваем, чтобы остальные уголки по цветам совпали. Смотрим, что у нас получилось. Много центров не на своих местах, поэтому можно взять сначала серый, оранжевый, красный. Алгоритм нужно сделать в обратную сторону. делаем у штрих, р, у штрих, р штрих, у штрих, р штрих. И что осталось? Осталось вот самые такие неприятные ситуации, когда нужно поменять два вот этих посредством вот этого. То есть они должны поменяться местами. Нам придется сделать алгоритм прямой. И в итоге алгоритм третий раз. То есть самая долгая ситуация из возможных. В этом случае нужно... Желтый, чтобы перешел сюда, значит алгоритм обратный. У штрих, р, у штрих, р штрих, у штрих, р, у штрих, р штрих. И вот, в принципе, самый долгий случай сборки головоломки у нас и произошел. На этом все. Скип-диамон достаточно прост. Тренируйтесь, и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok